Русские новости, ликбез Безобразных репрессий, которые обрушились не только на врагов государства Не нашего государства, чужого нам государства И не о таком государстве мечтают русские люди Не о том, чтобы очередной Сталин издевался над ними, как издевается над нами, над русскими людьми Путин и его воровская шайка Все идет к тому, что путинщина будет проклята Что все его клевреты будут определены как преступники, бандиты, убийцы, предатели Там никаких других людей больше нет, больше нет Все это нечисть, все это оккупанты, все это гауляйтеры И вот теперь мы обращаемся к Ивану Ильину, который писал в 50-м году как будто о сегодняшнем дне Наша судьба, судьба русских людей 20-го века беспримерна по своей тягости Впервые в истории мобилизовались такие силы зла Впервые изобретены приемы такого террора, коррумпирующего самое здоровое начало государственности Впервые создан заговор такого интернационального охвата, такого подрыва Такой злодейской меткости, такой неисчерпаемой одержимости Все это импонирует людям духовно слабым, людям карьеры во что бы то ни стало Людям жадным и порочным И доселе еще мы видим и среди иностранцев, и среди русских людей единичные и групповые оползни Иногда даже кажется, как будто из самой земли встает некий черный туман соблазна Одурманивающий людей, застилающий в них начало чести, совести и верности И обычно бывает так, что люди опоминаются и отрезвляются только тогда и там, где их накрывает тоталитарное рабство И тогда они с ужасом убеждаются, что время упущено Что остается или покориться рабству, или идти на смерть в бесплодных протестах Это же наше время, это же наше время, друзья мои Нам, понявшим эту опасность мирового разложения и порабощения 33 года назад То есть 50-й год об этом писалось И сделавшим за это время все возможное для ее разъяснения, преодоления и предотвращения Бывает подчас несказанно больно и горько на душе Больно за Родину и за нашу чудесную и славную Россию Столько вынесшую в истории, преодолевшую столько трудностей и опасностей И создавшую единственную в своем роде национальную культуру Целое богатство религиозной святости, личных характеров и подвигов Целый поток глубокомыслия, глубокочувствования и прекрасного искусства И все это из особого национально-духовного акта Горько за русских людей или порабощенных И, что всего ужаснее, постепенно приобретающих привычку к рабству и тирании Или же рассеянных по чужим землям и народам На положении бесправных, презираемых, еле терпимых чужестранцев Это то, что у нас называется СНГ Теперь это так Больно и горько, и стыдно за наше гнилое время За недостаток людей с духовным хребтом и характером И тревожно за поколения, разучающиеся любить и веровать Это все о нашем времени, то, что происходит вокруг нас Чтобы бодро и действенно выносить весь этот поток горя и унижения Мы должны твердо верить в нашу духовную правоту и в грядущее возрождение России Это всем тем маловерам, которые считают, что все, все уже погибло России больше нет и больше не будет никогда Мы имели долгие годы и бесчисленное множество оснований и поводов Для того, чтобы пересмотреть нашу основную линию Линию верности национальной России И отвержения тоталитарного коммунизма Сейчас тоталитарного либерализма, тоталитарной бюрократии И каждое углубление мысли, каждое событие По-новому освещавшее окружавшие нас сумерки Каждое новое крушение нового государства удостоверяло нас в том, что линия наша была верна от самого начала И ныне каждый новый час истории приносит нам и всему миру новые доказательства нашей исконной правоты И новые сообщения о прозревающих и вот уже прозревших людях Это то, что происходит вокруг нас Тоже происходит, но очень медленно Россия кончается у нас на глазах Вот в чем беда Вот в чем беда, в отличие от эпохи, которую творил Иван Ильин Тогда были еще надежды, были надежды А сейчас, если не сегодня, то никогда Мы были правы, поднимаясь за Родину и отдавая за нее свое Ибо люди без Родины становятся исторической пылью Блеклой осенней листвой, гонимой с места на место И втаптываемой чужеземцами в грязь Это тем, кто опустил руки и прекратил какое-либо сопротивление к гнусному, подлейшему путинскому режиму Мы были правы, отстаивая нашу религиозную веру Ибо у безбожных и отреченных людей разлагается сама сердцевина их духа и совести Высыхает и деморализуется их наука Развращается их искусство Разлагается их семья Выдыхается их культура Это всем этим, так называемым, неоязычникам Которые на самом деле буйные атеисты, враги православия, исконной русской веры Это так называемым атеистам, коммунистам Которые, конечно, являются в этом своем атеистическом убеждении врагами всего русского Это и тем иноверцам, которые изменили исконной русской вере православие Мы были правы, обороняя нашу свободу Ибо вот в тоталитарных государствах человек теряет свою личность и независимость Он становится рабом государства, затравленным льстецом, покорным подголоском Лишенным собственных убеждений Это все вот это вы, единороссы, путинисты и прочие мерзавцы Которые предали свою русскую сущность И русскими остаются только по маме с папой Которых позорите вы, позорите своим поведением Подчиняясь вот этому гнусному оккупационному режиму Мы были правы и тогда, когда не ждали никакого спасения для России от республиканской формы Ибо на наших глазах Февральская Республика быстро развалила Россию и армию Скомпрометировала и растратила государственную власть Разнуждала вожделение и развалилась от первого внутреннего толчка Которому не умела и не хотела противопоставить ничего А Октябрьская Республика быстро выродилась в самую ужасную тиранию Которую когда-либо видела человеческая история Мы были правы, последовательно отвергая социализм и коммунизм Ибо всюду, где проявится такой режим, люди начинают догадываться, что у них не просто отнято имущество Но что у них экспроприирована творческая инициатива труда и заработка Что этот режим противоестественен, насильственен и неизбежно тоталитарен Люди начинают прозревать, что частная собственность присуща человеку так, как его собственное тело Необходимо ему, как основа его трудовой самостоятельности Почему сейчас коммунисты стали Путина поддерживать? Потому что он фактически восстановил этот тоталитарный режим Отнял у людей собственность, бросил их в нищету Создал условия, в которых действует в экономике только и только олигархия И только бюрократия, которые крайне, предельно неэффективны И которые просто узурпируют то, что должно принадлежать всем Возможность, возможность работать и зарабатывать Возможность владеть собственностью, распоряжаться и обращать ее на благо себе и окружающим людям Мы были правы, когда увидели в революции не спасение, а смертельную опасность Когда не приняли тех соблазнов бесчестия, которым тогда уступили столь многие Когда отказались от непротивления и приспособления И особенно мы были правы тем, что не потеряли веру в духовные силы нашего народа и в его грядущее возрождение Оно придет, оно начнется, ибо оно и теперь уже готовится в глубине народной души В тех русских людях, которые оставались на родине, сумели сохранить верность ей и веру в нее И в тех, которые выпивают до дна всю унизительность своих компромиссов и накапливают в сердце патриотический гнев И в тех, которые своими гнусными делами протирают насквозь, до дыры, до предгибельного, сатанинского провала Злодейское начало, заложенное в терроре, в коммунистической пошлости, в тоталитарной лжи Все то же самое о пошлом и подлом путинском режиме Медленно зреет обновление Это созревание состоит в том, что колеблющиеся отпавшие возвращаются на нашу стезю На путь патриотизма, свободы, верности и национальной государственности С тем, чтобы мы могли найти в них своих братьев Не знаем, когда пробьет этот час, но знаем, что он пробьет и что это будет праздник нашего всенародного оправдания Таковы два великих утешения, укрепляющие нашу стойкость и дающие нам великую бодрость Это великое благо жизни сознавать свою правоту Это великая отрада уверенно ждать того часа, когда Россия воспрянет, освободится и возобновит свой величавый исторический ход Слава России! Слава России!